Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 18 сентября? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Налаживая кооперацию, ульяновцы приняли участие в экономическом форуме Элиста 2023. В Ульяновске началась вакцинация детей от гриппа. Участвуем всей семьей. Более тысячи ульяновцев пробежали кросс-нации. Ульяновским росгвардейцам вручили государственные награды. В детские поликлиники Ульяновска поступили лекарства. Прививочная кампания продлится в регионе до ноября. Записаться на прививку можно через регистратуру или госуслуги. Как проходит вакцинация в детской поликлинике на площади Горького, расскажет Светлана Карпухина. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире гриппом болеет каждый пятый ребенок. Этот вирус передается воздушно-капельным путем и отличается высокой степенью заражаемости. Грипп может являться причиной очень серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. Чтобы такого не произошло с ребенком, необходимо вакцинироваться. Деткам вакцинация вообще в принципе нужна. Особенно обратить внимание на вакцинацию деток с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системой, сердечно-сосудистой, эндокринной системой. Противопоказаний к вакцинации практически нет. Это либо выраженная аллергическая реакция на введение предыдущих вакцин, какие-то хронические заболевания в стадии обострения и острые заболевания по типу ОРВИ. Основные симптомы гриппа у малышей – вялость, отказ от еды, тошнота, рвота на пике лихорадки, нарушение сна. У детей постарше появляется головокружение, спазм сосудов, тахикардия. Ко всему прочему добавляется насморк, кашель, температура. Отличить грипп от простуды очень сложно, но чтобы предостеречь своего ребенка от тяжелой болезни, лучше вовремя принять меры и записаться на вакцинацию. Потому что здоровье наших детей – это самое главное, я считаю, для родителей. Поэтому мы принимаем такое решение ежегодно. Ну, как, два года подряд. Мы делали прививку гриппа. Как бы я всем детям делаю, себе делаю. Легче переносится, даже если заболеешь, все равно легче, температура меньше. Хотя бы не так сильно болеть. Привить малыша можно с шести месяцев в детской поликлинике или учебном заведении. Приглашают всех ребят до 18 лет. В поликлинике Правобережье уже поступило свыше 20 тысяч доз вакцины. Светлана Карпухина, Бахтия Салтанов, Улправда ТВ. В столице Калмыкии прошел международный экономический форум. Ряд переговоров наши коллеги провели с ульяновцами. В том числе подписали документы о сотрудничестве. План мероприятий, подписанный Калмыкией и Ульяновской области, закрепляет уже существующее соглашение, заключенное на Петербургском экономическом форуме, и предусматривает конкретные мероприятия в различных сферах. Какие именно, расскажем далее. Экономический форум или 100-2023 открыло заседание о пленарной сессии использования потенциала региона для глобальной интеграции. Ее участниками стали первые лица субъектов России, среди которых и делегации из Ульяновской области во главе с губернатором. На официальной части мероприятия Алексей Русских отметил, что заинтересован в развитии межрегиональной кооперации. Серьезные намерения подтвердило соглашение о сотрудничестве с республикой Калмыкия. Как отметили обе стороны, это начало большой и крепкой дружбы. Вновь и вновь подчеркиваем, что Калмыкия открыта во всех смыслах. Открыта и дружить, и сотрудничать. Несмотря на то, что мы переживаем непростое время, время вызовов, тем не менее, всех нас объединяет идея и мысль о том, что это время и возможности. Напомним, ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Совместную работу продолжат и в отрасли туризма, спорта, молодежной политики. Совместные планы также обсудили на площадке форума. Сегодня мы подписали дорожную карту до 26-го года, где зафиксированы ряд мероприятий, по которым мы пойдем и будем планировать нашу совместную работу. Направление в основном, я считаю, это сельское хозяйство. Оно довольно-таки развито и в Калмыкии, и в Ульяновской области. Но я уверен, что нам есть в чем обменяться опытом. Напомним, Ульяновская область является одним из первых субъектов, который начал развивать кооперацию со всеми регионами страны. В настоящее время в работе находится более 180 контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей. Одним из пунктов расширенной деловой программы стали и спортивные состязания. Так, ульяновские подростки-шахматисты приняли участие в турнире. Такие встречи, как отмечают организаторы, не только способствуют развитию шахматного сообщества, но и повышают престиж региона в спортивной общественности. Юные спортсмены максимально сосредоточены на игре. Многие с шахматами на «ты» с пелёнок. На этот раз соперники ульяновцев – шахматисты из Калмыкии. В Элисте провели турнир на базе Республиканской спортивной школы по шахматам. Соревнования поддержали губернатор Алексей Русских и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Оба очень любят интеллектуальную игру, о чём рассказали ребятам. Победа обязательно была у всех. Главное, не бросать эту стигню. Я в школьные годы тоже очень серьёзно увлекался. Зачастую бывало так, что мы под партой играли во время уроков в шахматах. Потому что очень затягивающий игрок. К сожалению, сейчас нет много времени. Ульяновскую область представили 10 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Победителей турнира определили в общекомандном зачёте. Каждого наградили медалями и грамотами. А сам турнир приурочили к экономическому фестивалю «Элиста-2023», который проходил в эти дни в столице Калмыкии. В целом, если говорить про проигнир турнира, то очень здорово, что можно укреплять нашу дружбу между регионами не только в спортивном плане, но и также в экономическом развитии научно-технического производства и других возрастах. Напомним, Ульяновская федерация шахмат ведёт свою историю с 1943 года. В её состав входят ведущие шахматисты и тренеры из Ульяновска, Димитровграда и районов области. Ежегодно в федерации проводятся более 30 мероприятий различного уровня, в том числе с обсчётом всероссийского рейтинга. Дети и подростки из Ульяновской области участвуют в окружном фестивале «Вернуть детство». Он посвящён поддержке и социальной адаптации воспитанников детдомов и детей, оставшихся без попечения родителей. Торжественное открытие состоялось в Уфе. Сюда съехались 396 участников со всех регионов Приволжского федерального округа. Наш регион представили 30 воспитанников детских домов «Гнёздышко», «Дом детства», «Соловьиная роща», «Планета» и «Орбита». В этом году программа фестиваля стала ещё более разнообразной и интересной. Она включает не только традиционные конкурсы, такие как «Мастерок», «Звезда детства», «Ума», «Палата» и «Кулинарное мастерство», но и ряд новшеств. Например, профориентационные занятия на крупных производственных площадках, мастер-класс с участием известных общественных деятелей, политиков, спортсменов и блогеров. Предусмотрено посещение исторического парка «Россия. Моя история», просмотр спектаклей и вечерних дискотек. Праздник детства завершится большим концертом, а победители конкурсов и соревнований ожидают ценные призы. Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Ульяновская область вновь приняла участие во всероссийском проекте «Кросснации». На старт во всех районах региона вышли тысячи участников. Среди них профессиональные спортсмены и простые любители физкультуры. Ну а главной площадкой по традиции стала биатлонная база на верхней террасе. Вся Россия пробежала к «Росснации». Ульяновск не стал исключением. Спортсмены от мала до велика решили провести свой выходной на свежем воздухе. В этом году более тысячи ульяновцев вышли на дистанцию по разным причинам. Кто-то боролся за главный приз холодильни, кто-то вспомнил былую молодость, а кто-то приобщал к здоровому образу жизни своих детей. Возраст практически не ограничен. Сейчас вот за мной стартует первая группа – это любители бега. Это детишки с родителями. Семейный старт, чисто символический забег, один маленький круг. Здесь возраста мы уже не считаем. Забег – не только настоящий спортивный праздник для всех участников. «Кросснации» показывает, что здоровый образ жизни и активное времяпрепровождение доступны каждому. В каждом забеге мы практически участвуем на протяжении уже всего года для здоровья, для общественности, для общего развития. Не только чтобы узнали, как бы узнавали, чтобы вникать именно в молодежь, чтобы им приучать, чтобы они здоровый образ жизни вели. И знали уже направление, как выбирали. Самые юные участники вместе с родителями бежали 200 метров. Девушки и парни до 17 лет пробежали километр. Взрослые спортсмены соревновались на дистанции в 3 километра. Ветераны могли выбрать любое расстояние. Это вообще замечательный праздник, когда стоит просто пробежаться по лесу, вот в этом прекрасном месте, подышать воздухом свежим. Замечательное время, замечательное место, погода позволяет. Когда бегут малявочки, хочется бежать рядом с ними, показать, как бегали мы раньше. И они также, глядя на нас, могут дальше заниматься спортом. Каждый участник забега получил памятный подарок, который будет служить доказательством личного спортивного подвига. Кросснация – это одно из мероприятий, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Ульяновским росгвардейцам вручили государственные награды. Девять сотрудников спецподразделений были отмечены за мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Там, где росгвардия, там всегда порядок, там всегда победа. Сотрудники росгвардии всегда стоят на переднем фронте борьбы с преступностью. И сейчас мужественно и самоотверженно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Свой профессионализм росгвардейцы проявляют не только на территории родного региона, но и на вновь освобожденных территориях Российской Федерации. Кроме того, в торжественной обстановке четыре офицера получили специальные звания. Финальным аккордом мероприятия стало прохождение торжественным маршем, знаменной группой, личным составом территориального управления и кадетами гвардейской смены. Еще совсем недавно Владимирский храм в поселке имени Карамзина Ульяновской области находился в заброшенном состоянии. Внутри и вокруг него росли деревья и кустарники. Однако, благодаря усилиям православных добровольцев, его территорию удалось привести в порядок. Также здесь совершена первая за целый век божественная литургия. Сегодня храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира в поселке имени Карамзина Ульяновской области находится в разрушенном состоянии. У храма нет ни пола, ни потолка, однако целыми остались его стены. Чтобы привести территорию Владимирской церкви в порядок, симбирская православная молодежь и прихожане Филаретовского храма Ульяновска совершили два трудовых выезда вместе с руководителем ипархиального отдела по взаимодействию с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Ульяновской области и ереем Дмитрием Субботиным. Взяв благословение у правящего архиерея, митрополита Лондона, мы с православной молодежью Симбирской епархии, низким поклон, постарались привести в меру силы возможностей. Возможностей не так и много, и людей, скажем так, немного. Но для сегодняшнего дня мы постарались сделать эту расчистку, чтобы отслужить первую литургию за сто лет. Постараемся, чтобы это было нашей традицией. Православная молодежь активно помогала батюшке. Мы здесь расчищали храм, ровняли пол, вырубали деревья. Вокруг храм тоже навели порядок от мусора, избавили это благопристойное место, чтобы люди видели, что это все-таки храм, они заросли. Я считаю, мы должны сохранять наше культурное наследие. Во-первых, это храм, это историческая постройка. Во-вторых, данная территория тоже нуждается в храме. Людям, которые здесь проживают, на территории поселка имени Карамзина, им, я думаю, проблематично отправятся на обычную литургию, литургию отсюда. Я считаю, необходимо восстановить этот храм, чтобы местные прихожане могли сюда приходить для благослужения. Каменная однокупольная церковь во имя святого равноапостольного великого князя Владимира была построена в ноябре 1900 года в юго-восточной части больничного комплекса Карамзинской колонии душевнобольных. Церковь и комплекс зданий колонии были построены на завещанный капитал сенатора, тайного советника, члена консультации при Министерстве юстиции Владимира Карамзина, младшего из сыновей историографа Николая Карамзина. В 1923 году храм был закрыт, а в помещении бывшей церкви открыт клуб при больнице, просуществовавший до 1984 года. И вот впервые за сто лет после закрытия храма здесь совершается божественная литургия. Богослужение возглавил благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии и еромонах Георгий Карпов. В первый за целый век литургии приняли участие жители Ульяновска, посёлка имени Карамзина, а также участники движения «Симбирская православная молодёжь» и «Сёстры милосердия» старшего корпуса. Блажение, миротворцы, яхоти, святые божьи, чекутся, блажение, святые братья Родины, яхоти, креста, что не берешь жёгие. К присутствующим обратился благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии и еромонах Георгий Карпов. Господи, братья и сестры, впервые с 1923 года в этом поруганном храме Божьем, в храме, посвященном в честь святого равнопостольного великого князя Владимира, была совершена первая божественная литургия. Мы с вами сегодня стали свидетелями этого торжества и этого исторического события. Отец Дмитрий, благодарю вас за возможность помолиться сегодня в этом храме, совершить богослужение. Отец Дмитрий и его чадо, прихожане, совершили очень большую работу по расчистке территории, внутренней территории этого храма. Затем Иерей Дмитрий Суботин совершил литью могилы земского психиатра Василия Копысова, чье имя сегодня носит областная клиническая психиатрическая больница в поселке имени Карамзина. На следующий год отец Дмитрий и православная молодежь планируют привести в порядок алтарную часть храма. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Дмитрий Суботин, Симбирская мать. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!